Ну что сказать, типичное сражение на Италии, ты посмотри где это, если че, что половина вражеской команды живы-здоровы. И вот что-то взбрело мне в голову проехать вокруг этого соска, и тут как бы вот, эээ, немножечко... да. Я, наверное, каждый видос буду говорить, как он меня не заметил, но, реально, как он меня не заметил. Каждый уважающий себя мужчина должен посадить дерево, построить дом, встать за этот дом и стоять там до конца катки. Хэллоу, мадах! Ну, неплохая позиция, в принципе, для зенитки, но фраги делать надо, хотя бы ради того, чтобы закончить катку, но дело немножечко затянулось, в общем, смотрите. Хэллоу, мадах! Ну и вот, казалось бы, только я разобрался с этим зенитным беспределем. Но интеллектуально развитый человек всё-таки смог сломать мне танк. Ну и пока я кд-шел наводчика, я нашёл ещё одного интеллектуально развитого человека, в общем, вся команда была обнаружена. Они все просто решили столпиться вокруг этого очка или соска, как вам удобнее. Под конец я уже перешёл прям в наступательные агрессивные меры, но моего, так сказать, подозреваемого уничтожил другой человек. Ну, всё сказать, стажёр, он стреляет в безоружного, так что типикал полиция Икс-2. Сейчас было что-то типа один день из жизни юнит антикемпинг-департамента, ну и я тоже, бывает, кого-то не замечаю. Да-да-да, этот леопард просто проезжал мимо меня. Я долго не мог понять, в чём проблема, и вообще эту проблему отсюда даже не видно до поры до времени. Оказывается, леопарды совсем домашние, и приручить их очень просто. Достаточно лишь привести его ствол в негодность, как бы это ни звучало. И нам было так весело, мы бегали, играли, но вдруг опять эти грёбаные стажёры, они снова стреляют в безоружных. Ладно, вернёмся к кемперам. Вот этот челик, мне стыдно признать, он меня убил. Убил всего лишь стоя до конца игры на своём респауне, но почему-то, когда я приехал мстить на дублёре, он вдруг решил оттуда уехать. Но, правда, недалеко, что позволило мне набраться необходимых знаний для повышения скилла. Открытое пространство без укрытий для возможности маневрирования. Небольшой ромб, повышающий броню на топовых танках. Ну и подпустил противника максимально близко к себе, для того, чтобы уничтожить его серийно живых атак. Правда, вскоре он меня заметил, и его пришлось убить, но ничего, найдём нового. Товарищ кемпер, там противник, вам, конечно, виднее, но, по-моему, надо стрелять. Во, в принципе, наверное, надо ещё и попадать, но это не точно. Ладно, надо спасти союзника. Просил 80-ка, я очень рад, что ты жива. Ну и в конце бонус, высосанный из пальца. Я тут уже в настройках копался, потому что на позиции никого не было, но тут вдруг мало того, что убили тяж, так ещё и один успел проехать. Короче, на этих холомейнах просто каждый раз халявные фраги. Дерзайте. Ну а на этом всё. Я снова решил немножечко изменить формат, и я очень рад, что прошлый ролик вам понравился. Надеюсь, здесь будет то же самое, и вы поддержите меня комментарием. Спасибо за просмотр.